Если желание загадано под Новый год, оно непременно сбудется, даже если придется немного подождать. В этом убедилась мама Миши Левченко, мальчика с тяжелым заболеванием, который нуждается в лечении, реабилитации и поддержке. О необходимости для Миши массажного стола Екатерина сообщила на сайте проекта «Елка заботы» партии «Единая Россия». Неравнодушные люди откликнулись сразу, но потребовалось два месяца, чтобы новогодний подарок был доставлен на адресату. Причины объективные. Изделие специализировано и редко, а потом пришлось дожидаться возвращения Миши из реабилитационного центра. Но новогоднее чудо все же произошло. Приносить подарки не менее приятно, чем их получать, особенно когда есть уверенность в том, что твоего подарка очень ждут, потому что он необходим. Кто писал Деду Морозу? Миша писал. Миша, Дед Мороз меня прислал с подарком и написал тебе письмо. Дорогой Миша, поздравляю тебя с Новым годом, пусть мечты сбываются. Дед Мороз и Снегурочка. На самом деле в роли зимнего волшебника для Миши выступил Максим Григорьев. Он со своей семьей уже не в первый раз принимает участие в благотворительном марафоне «Елка заботы». Как только партия «Единая Россия» объявила о сборе предложений по реализации данного проекта, то мы зашли на сайт и знали историю этого ребенка и решили помочь в его реабилитации посредством приобретения массажного стола. Миша с рождения окружен заботой родных, но не со всеми трудностями они могут справиться самостоятельно. Малыша часто возят в специализированные клиники, где он проходит курс реабилитации. Врачи говорят, у Миши есть успехи в восстановлении. Ежедневный массаж – важнейшая часть лечения. До этого к нам, допустим, если приходили делать массаж или я, это приходилось делать либо на кухонном столе, либо на диване. Это наклоняться. Ну, как бы очень большая нагрузка на спину, а так очень хорошо облегчает. Стол легко раскладывается, очень устойчивый. Все его механизмы можно отрегулировать в зависимости от веса пациента. Для семьи Миши это подарок не просто полезный, он необходимый. Мальчик идет к своей цели, к восстановлению. И очень важно, что у него на этом пути много помощников. Ольга Болдырева, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!